Всем привет, ребята! Чао тутти! Буна сейра даже! У нас пятничный вечер. Он выдался у меня сегодня, что я стою из дома одна. У меня муж сегодня идет на ужин со своими друзьями, коллегами. Я искренне ему желаю хорошо провести время. Очень надеюсь, что у него будет хороший вечер. У меня сегодня выдался свободный вечер. И поэтому я хочу вам кое-что рассказать. Две недели мы выходили в море. На парусной яхте. И хочу с вами поделиться своим опытом, как у меня это все проходило. Ну, как всегда, начну с небольшого автопчика. Вот за моей спиной сейчас я камеру переключу. Хочу вам показать еще кусочек красоты, какой у меня вырос в саду. Смотрите, какая невероятная Буканвиль выросла. Ну, Буканвиль первый раз, наверное, я увидела когда-то, когда ездила в Египет. То есть, ну, дерево растет во многих южных странах. Но это просто невероятно огромное выросло. Это не хвастовство ни в коем случае, ребята. Просто хочу поделиться красотой. Ну, посмотрите, какое невероятное дерево выросло. И какого цвета. И сколько цветов на нем. Ну, она огромная просто. Не помещается в телефон полностью в экран. Так, секундочку, красоты вам показала. Вот я под ним прям прохожу. Смотрите, какое оно тяжелое, массивное такое. Оно у нас постоянно завоевывает стены. Приходится его постоянно подстригать. Как-то немножко его сдерживать. Потому что в противном случае оно просто даже, ну, рушит даже дом. Ну, конечно, окончательно избавляться от такой красоты. Ну, нет сил, да? Правда же. Ну, и потом, что еще хотела вам показать. Я показывала вам две недели назад. Вот стрелиция моя уже, видите, бутон, который я вам показывала, уже расвел. А цветок, который я вам показывала, вот он уже отцветает. Сейчас я вам покажу. Вот он, да? Он уже отцветает. Я говорю, ни в коем случае не хвастовство. Тем более, что буканвиль даже не я посадила. Поэтому нечем тут и хвастаться. Просто очень красиво, да? И стрелиция цветет один раз в году у меня. И всего вот две недели, видите? Бутон расцвел. И буквально две недели и начинает отцветать. Ну, сейчас разговор пойдет не об этом, да? Присаживаемся и приступим к нашему разговору. О чем я хочу вам рассказать? Про мой выход в море под парусом. Присела я поудобнее, так что я готова рассказывать. Почему рассказываю я? Я хочу вам рассказать о том, как мы выходили под парусом. Потому что, в принципе, предварительно после отпуска я уже делала несколько шорцев. Рассказывала вам, что мы проходим курс. Ну, сказала мы. На самом деле, это нужно было больше мне. Потому что у мужа есть это патент и науки. Когда мне эти права на управление яхтой. А я как бы совершенно, ну, вот это слово совсем не была знакома с парусным спортом. И, ну, как вам сказать, 20 лет назад в Турции, да, когда-то выходила, ну, там что надо было туристам? Поесть и поплавать, да, и потанцевать под музыку. Вот, собственно, и все, что нужно было знать про парусный спорт. Поэтому я прошла кое-какие-то такие базовые, скажем так, ну, как какие-то общеобразовательные курсы. Ну, даже вам скажу так, что даже язык, который применяется, лексика, которая на яхте, отличается от обычного стандартного итальянского языка. Поэтому мне надо было, ну, вот, так, сразу же пример приведу. Мне пришло сразу же в голову слово, как, например, потянуть на себя, да, тянуть на себя, да, или дверь открывать на себя. Террари по-итальянски, мне говорят террари. А когда ты на яхте, и тебя просят потянуть, вот, трос, да, на себя, кацари. Ну, то есть даже отличаются слова, которые они употребляют именно, когда вы находитесь в море. Поэтому, конечно, мне нужна была какая-то базовая подготовка. Потому что сейчас мы хотим попробовать выходить сами в море. Ну, и, как бы, где-то я уже пообещала, да, в своих шортах, что я вам, когда мы дойдем, да, или понца, или иски, а то есть в каких планах то, что у нас имеется, что я, конечно же, хочу снять видео вам, показать это. Я думаю, что это интересно, это очень красивые места. Поэтому, поэтому предварительно, как бы, начали подготовку к тому, чтобы я не совсем была потеряна, да, на яхте, чтобы я была нужна там, чтобы я чем-то могла помочь. Два раза мы уже выходили. До понца мы так и не добрались. Почему? Потому что, в принципе, сейчас погода в Италии немножко не такая, как обычно каждый год в июне. Скажем так, Италия сейчас поделилась на две части. Северная часть Италии заливает дождями, а южная часть Италии страдает от засухи и сильной жары. Мы находимся в центральной части, поэтому у нас происходит, как бы, вот такая, знаете, небольшая борьба температурная, да, когда приходит циклон с юга, у нас идут дожди и ветер сильный, когда приходит антициклон с юга, у нас, как бы, выходит солнышко и такой жаркий настоящий летний день. Оба раза, когда мы выходили на лодке, как бы, ну, скажем так, удача нам не сопутствовала. Когда у нас большая была группа, собралась компания друзей, погода была прохладная, то есть, конечно же, не для купания, не для плавания и не для того, чтобы ехать на понзу, потому что, плыть на понзу, потому что там, конечно, в первую очередь это море, солнце, да, покупаться и посмотреть на красивые места. Это остров напротив Неаполя. Ну, просто, как бы, надо же уже какие-то навыки применять на практике. Но погода была достаточно терпимая, то есть, волны были не очень высокие. Когда же мы выходили во второй раз, нас было всего трое, то есть, и это был уже конкретно практически случай для меня. И тут вот с погодой нам не очень повезло. Это было вчера, но я сейчас все по порядку буду рассказывать и показывать вам сразу же с видео, которое я успела что-то снять, да, переключаемся. Начнем с первого раза, когда мы вышли. Ну, сразу же видно, что солнышко, видите, волн нету. Ну, ветер есть, конечно, как я сейчас уже знаю, что не так важен ветер, как все-таки, когда вот волны поднимаются. Ну, там будет слышно, что посчитали, что ветер где-то был куинди-чиноди, то есть, 15 узлов, да, наверное. Я, честно говоря, не знаю, как переводится, потому что все я учила на итальянском. А как бы до этого практики никакой не имея, то основной, а в основном все я сейчас теперь знаю на итальянском. Как переводить, возможно, я буду делать какие-то ошибки. Ну, во-первых, это было достаточно комфортно для меня, потому что у нас на борту было 3 женщины и четверо мужчин. Поэтому в основном женщины, ну, что делали? Ну, снимали, делали фотографии, делали видео, мы были в таком расслабленном, веселом, приподнятом состоянии, когда выходили. Единственное, что, конечно, одной из нас, вот Франческа была, ей, конечно, все-таки было плохо. И даже при таком, при таких волнах. Хотя она говорит, я всю жизнь считала, во-первых, она фитнес-тренер, представьте. То есть, все равно с какой-то подготовкой физической женщины, ну, моего возраста, да, после 40. Но она говорит, я всегда считала, что все на Донна Дамаре. Ну, вот в этот раз она выяснила, что, скорее всего, это не ее, ну, вот видите, не ее времяпрепровождение. Было, конечно, прохладно, и плюс, конечно, ее очень укачало. Мне было, скажем так, достаточно терпимо. Ну, за счет того, что особых усилий какой-то помощи не требовалось от меня, поэтому, в принципе, достаточно хорошо я провела время. Что, конечно, хотя, видите, ветер сильный, и достаточно было, ну, свежо, скажем так, свежо. А сейчас, для того, чтобы вы видели различия, я вам покажу, как получилось вчера у нас. И расскажу еще, конечно, такая неожиданная история с вами приключилась. Так, вот наша компания. Тут мне проходит маленький тренинг, как я должна общаться по радио, да. Кстати, это очень важно, видите, я никогда даже об этом не задумывалась. Ну, вот наша компания, которая выходила вчера. Так, так было спокойно, комфортно, пока мы были, выходили только из клуба, да. Даже ветерок не сильный, и волн совсем нету. Ну, то есть, в принципе, солнца нету, но я даже и не любитель солнца, не любитель этих загаров, да. Яхта красивая, да, очень красивые, конечно, там некоторые были яхты. Ну, вот, а дальше меня ждали вот три, даже три с половиной часа вот такой вот тряски. Волны доходили, я не знаю, как правильно говорится, это, наверное, чтобы перевести до 30 узлов. И вот эта постоянная тряска, знаете, сначала, как волна опускается, ты проваливаешься в яму, а потом она бьется об борт яхты и постоянно трясет. Ну, я ждала спасения, потому что я надеялась, что мы придем и заходим в одну бухту. Бухта, это, я даже не знаю, как называется, но просто она, получается, как бухта, бей, да. Она, получается, так закрыта с двух сторон, земля выходит, да, и получается, что там волн нет. И мы уже в прошлый раз, мы туда ходили, мы закрывались там от ветра. Там мы обедаем, отдыхаем пару часов. Ну, понятно, что купаться еще, я говорю, прохладная вода. Но, по крайней мере, ты там закрыт от ветра, и там нет высоких волн. И, в общем, где-то три с половиной часа, даже я сейчас так, если, может, даже до четыре часа, вот это вот постоянно вот такое, вот, знаете, потом натяни парус, отпусти парус, чуть-чуть подтяни, чуть-чуть подтяни. При этом меня накрывало полностью с головой вот так вот водой полностью. Этот сильный ветер, полностью промокшая вся. Ну, в общем, я уже ждала, что вот наконец-то через три часа, там, четыре с половиной, мы дойдем до этого замечательного места, где мне немножко, хотя бы придет немножко в голову. Голова в себя, но не тут-то было. Как только мы добрались до Местера, еще перед тем, как мы даже бросить якорь собрались, к нам подъехала, ну, это гамоны, это типа резиновые моторные лодки, несколько их со всех сторон, и нас спросили сразу же, ребята, вы итальянцы, ну, муж с его другом Максима ответили, да. Он говорит, быстро уезжайте отсюда, потому что это, как это, зона, типа тренировочная зона, полигон, сейчас начнут стрелять. Он говорит, сколько у вас можете выжать вашей яхтой? Мы говорим, ну, где-то семь узлов. Он говорит, быстро включайте все семь узлов, вы сейчас же туда уезжаете. Я вам покажу, как они нас сопровождали. Ну, вот так вот они нас сопроводили, да, припроводили из этого укромного места, на которое у меня было очень много надежд положено. Обычно в этом месте очень много людей, очень много лодок собирается, потому что все знают, что там такое тихое немножко репарат, да, закрытое место, где можно пообедать, да, поплавать спокойно, без волн и без ветра. Ну, в общем, мои надежды рухнули. Мы еще так обрадовались, никого нет, вообще никого нет, оказывается, просто нельзя было в тот день. Ну, ладно, будем знать теперь. В общем, нас сопроводили, мы и как нас предупредили о том, что надвигается шторм, что нам нужно возвращаться обратно в порт. Поэтому, конечно, опять три с половиной часа, и волны еще больше поднялись. Меня качало, трясло, приходилось еще и работать, понятно, потому что у нас всего трое было на борту. Были очень красивые моменты, когда проплывали дельфины, они, знаете, так играются, подплывают под лодку, прямо выныривают, выпрыгивают, в общем, постоянно как-то пытаются, как, ну, кажется, что они даже пытаются взаимодействовать или играть с лодкой. И, в общем, это, конечно, захватывающе. Но я посмотрела видео, которое я сняла, меня бросало по этой лодке из стороны в сторону, потому что пыталась держаться там одной рукой, второй рукой снимать что-то на телефон. Поэтому я не словила ни одного раза, ни одного прыжка дельфинов. Ну, в общем, знаете, тяжело в учении и легко в бою. Поэтому первые два выхода мы сделали. Ну, я так вкратце рассказала вам, но все-таки будьте готовы, ребята. Я обязательно соберусь. И как бы мне обещают, муж обещает, что, в принципе, летом, ну, летом, вы же знаете, что Виталий и лето начинаются после 21 июня. То есть у них как бы, да, календарное лето еще не наступило, поэтому мне говорят, летом волн не будет, будет тепло, будет комфортно. Поэтому я надеюсь, что все-таки сделаю это красивое видео и покажу вам красивое море, действительно красивый выход. А пока что вот так вот, первый блин комом. Но ничего, пока что я же говорю, духа мне не упала, и надеюсь, что еще получится, еще все получится, да. Так что вот такая вот пятничная, пятничный разговор у меня с вами. Опять поделилась я вам такими новостями. Конечно же, всем желаю, в первую очередь, конечно, спасибо всем, кто смотрит мои видео, спасибо всем, кто досмотрел и это видео до конца. Я желаю вам хорошей пятницы, веселой, хороших выходных, кругу семьи или друзей и замечательного настроения. Чао тутти, чао.